Впечатление это ВАУК. Всегда знаю, что я делаю. Вера в себя, наверное, которая недавно у меня проснулась. Я всегда говорю себе не бояться и фокусироваться на моменте. Я сначала не ожидала, что вообще попаду на этот турнир. Куча всяких звонков, меня нашли в Телеграме, и у меня все обернулось как-то совсем неожиданно. Боже мой, даже мяч в руки не могу держать. Это не так и сложно. Настя, начну с банального вопроса. Почему ты выбрала теннис и как на этот выбор повлияла твоя мама? Ну, мама непосредственно повлияла на мой выбор, потому что я все время даже уже в коляске была на корте, мама тренер. И с самого детства все время ходила там, мячи собирала сначала, пыталась отбивать. Мне это очень нравилось. И в итоге начала заниматься. Ну вот смотри, в 2016 году ты давала интервью чемпионату, в котором ты рассказала про свой переход от мамы тренера, потому что она у тебя была первым тренером, получается, к Елене Юрьевне Брюховец. Но ведь это был не просто переход, и ты же не сразу в Рязани оказалась. В Рязани нет. Мы сначала поехали в Одессу. Мама знала давно Елену Юрьевну и позвонила, спросила, можно ли приехать. Мы приехали, я начала там тренироваться, и через какое-то время, наверное, через два года мы переехали уже в Рязань. Смотри, когда ты переехала в Рязань, вот твои первые впечатления от Академии, потому что она была только-только отстроена. Ну, конечно же, первые впечатления – это вау, какая большая Академия у нас в России, еще одна есть такая в Казани. И я путешествовала довольно-таки много по миру и очень мало таких Академий видела. Как часто у тебя бывает разногласия с тренерами? Почему задают вопрос? Есть такой теннисист Саша Зверев из Германии, и он в прошлом году на ATP Cup, ну, мягко говоря, очень резко отреагировал на слова своего отца. Вот как у тебя? Есть такие моменты, когда ты хочешь сказать «отстаньте от меня, я знаю, что я делаю»? Ну, я довольно-таки всегда знаю, что я делаю, но иногда, конечно, слушаю и советы, и зне. И в основном, скорее всего, вот у Саши была такая ситуация из-за того, что на нервах во время матча иногда даже не контролируешь, что ты можешь сказать, потом даже не помнишь. Вот. Но на тренировках у нас все спокойно, прислушивайся. Хорошо, давай тогда о настоящем. Назови свои сильные и слабые стороны, по твоему мнению. Сильные – это характер, бойцовский дух, то, что вера в себя, наверное, которая недавно во мне проснулась. Вот. А слабые, наверное, немножко физики нужно добавить, чтобы быть покрепче. Ага. Трава, грунт, хард. Распределите покрытие от самого любимого к нелюбимому и объясним, почему. Самое любимое – это хард. Я в основном играю на нем. И в детстве у нас не было грунтовых кортов. Наверное, из-за этого все-таки больше полюбила хард. На траве я, честно скажу, никогда не играла, даже не пробовала. Только на искусстве, но это совсем другое дело. Поэтому следующее покрытие – грунт, а затем трава. Как ты стараешься себя успокаивать перед играми? Я себя не успокаиваю, а наоборот, заложу. Потому что если я буду спокойной, наверное, ничего не получится. Ну, как-то смотрю в зеркало, говорю себе, что я все могу и иду играть. Ну, а такого прям сильного волнения у тебя не присутствует? Ну, конечно, присутствует. Особенно, если там зрители или если снимают этот матч. Конечно, есть волнение, но я его как-то тушу. А сейчас, когда зрители не пускают, понятное дело, да, все из-за коронавируса, как себя настроить перед этой игрой? С пониманием того, что тебя никто не поддержит. То есть ты одна, тет-ет-ет соперником, а вокруг тебя пустые трибуны. Ну, все равно, есть на трибуне тренер или какие-то знакомые другие игроки, которые тоже смотрят матч, возможно, поддерживают меня. Поэтому чуть-чуть легче, конечно. Но не так, как со зрителями, конечно, играть. Ну, я всегда говорю себе не бояться и фокусироваться на моменте. Настя, смотри, из меня теннисист никакой. Я ни разу в жизни не играл в теннис. Научи хотя бы подачу меня. Смотри, давай начнем сначала с имитации, чтобы мы поняли. То есть мы без мяча. Заводим ракетку сюда, приставляем ножку и потом... Ну, так вот, как бы прыжочек такой должен быть. Да, только чуть-чуть бочком. Вот так. Так. Раз. Получается, заводится рука и одновременно нога идет. Ага. Ага. То есть ноги еще вот так. Да-да-да. Ага. И потом прыжочек. О, отлично. Давай покажу с мячом. Давай. Можно закачивать, ребят. Ну, все. Тайбрейк у имблдона. Финал. Боже мой, даже мяч в руки не могу. Так. Одновременно. Ручки-ножки. Оп. Отлично. Еще раз. Простите, пожалуйста. Точнее подбрасывай, чтобы удобнее было. Ау. О, это, кстати, хорошо. Слишком сильный. Одна точно должна быть подача. Так. Я 15-0 проиграю на своей подаче. Это плохо. Это ужасно. Вот так вот. Да, смотри, да. Куда подаешь, надо посмотреть. Ага. Нужно было... Глеб, прости меня, пожалуйста. Чтобы вы понимали, я чуть ли не убил моего помощника. Так что, ладно. Ладно, одна подача тоже точно должна пойти в ход. Пожалуйста. Господи, пожалуйста, помоги. Уверена. Раз, и прыжок. Отлично. Ладно. Фух, ну, в общем-то... В общем-то, неплохо. Да, в общем-то, неплохо. Вау, это не так и сложно. Настя, спасибо тебе большое. Это было здорово. Вам спасибо. Расскажи тогда про самую необычную историю в твоей карьере. Даже не знаю. Необычная история, но, наверное, на вот в этом году уже случилось, что я сначала не ожидала, что вообще попаду на этот турнир, потому что не хватало немножечко рейтинга. В итоге попала. Очень рада была, что попала. И приехала, и для меня все обернулось как-то совсем неожиданно. У тебя, если не ошибаюсь, шесть титулов ITF, да? Угу. До топ-200 рукой подать. Вот что должно произойти в твоей карьере, чтобы ты смогла сказать себе, да, моя карьера удалась? Наверное, это все-таки внутреннее понимание, то, что я какие-то свои определенные задачи выполнила. Вот, допустим, выиграть у топ-10, это одна из них, я ее уже выполнила, но как можно больше хотелось бы таких матчей выигрывать. Вот. Наверное, даже не на рейтинг ориентируюсь, а на такие победы. Смотри, турнир в Абу-Даби. За шесть дней ты провела пять игр. И вот скажи, как тяжело теннисисты переносят такую нагрузку? Ну, мне было тяжело, потому что у меня было больше игр, чем у всех остальных, кто был в основной сетке. Потому что я пробивалась через отборочный этап, через квалификацию. И да, у меня второй матч был очень долгий, три с половиной часа. Но сейчас намного легче, потому что хорошие врачи есть, хорошие массажисты, там восстановительные всякие процедуры происходят, поэтому полегче. Каролина Плишкова. Понятно дело, что уже многие тебя спрашивали об этой игре, уже, не знаю, только ленивый не узнавал о том, как, что это было. Но у меня вопрос такой. Вот после этой знаменательной игры, как, ну, как не успокоить себя, даже не знаю, как сказать, как собраться на игру в следующий день? Потому что у тебя уже на следующий день была игра одной восьмой. Ну, скорее всего, самое первое правило, которое я подчеркнула, но я не воспользовалась, потому что я его не знала, не отвлекаться на соцсети, вообще выкинуть телефон и эти дни отвечать только родным. Потому что куча всяких звонков, меня нашли в Телеграме, у меня был открытый канал, там, и мой ник нашли, начали мне звонить. Это, конечно, ужас был какой-то. Вот. И я на это все отвлекалась и даже особо не осознавала, что вообще я сделала в этот день. И больше всякие звонки, ажиотаж какой-то. И, конечно, это мне помешало в следующий день. Вот именно эта несобранность, да, помешал тебе в одной восьмой? Да, да. Как сильно этот турнир повлиял на тебя с физической и с моральной точки зрения? Физически я довольно-таки вымоталась, но я хорошую предсезонку сделала, поэтому, ну, хорошо была готова. Вот. А морально, конечно, я очень много эмоций там оставила. Вот. Но сейчас вот установилась уже. Но моральный дух у тебя сейчас поднят? Да, конечно. Уже легче подходит к играм? Да, да. Смотри, ты говорила, что твой любимый теннисист – это Новак Джокович. У тебя вкусы не поменялись? Нет. Не поменялись, да? Тогда какие качества ты хотела бы себе от него перенять? Ну, наверное, какая-то такая спокойствие. И, наверное, вот тоже бойцовский дух, что он никогда не сдается, несмотря на то, что тоже вокруг него все время какие-то споры. Он создает свои какие-то организации, которые там помогают игрокам тоже. Поэтому идет напролом. А есть игроки, с которыми ты хотел бы выйти на один корт? Неважно, мужчина, женщина? Наверное, Сирена Уильямс и Мария Шарапова. Жизнь вне корта. Понятное дело, что теннис – это неотъемлемая часть твоей жизни, но жизнь не корта. Вот из чего она у тебя состоит? Вот ты только что сказала, что у тебя есть Телеграм-канал. Да, я сейчас стараюсь развивать свой блог в Инстаграме, также в Телеграме. Мне это все нравится. Получаю отклик большой от своих подписчиков. И вот в этом направлении хочу развиваться тоже. Расскажи, какие главные проблемы есть в жизни теннисиста, на твоем примере? Ну, самая главная проблема – то, что все время вдали от дома, все время не видишь близких людей, родителей. Часто со мной путешествовала мама, сейчас путешествую отдельно как-то из-за коронавируса опять же. Вот, вдали от дома тяжело. Бывали у тебя мысли о том, что все, я так хочу бросить теннис, я уж так не хочу им заниматься? Нет, не было. Бывали мысли, что я очень устала, но о том, чтобы бросить никогда. Вот эти частые переезды, да, из одной стороны в другую. Вообще, как часто проходят турниры в теннисе? Потому что я вот, ну, я смотрю теннис, да, но я не представляю, как часто теннисисты там из одной стороны в другую, из одного чемпионата на другой. Вообще, разные турниры есть каждую неделю, и мы сами выбираем себе больше график. Но есть какие-то такие самые важные старты, их, наверное, там где-то 15 в год. Вот, и где-то раз-два в месяц проходят турниры. А цели на этот год у тебя? Сначала цели были в топ-200 войти, но я понимаю, что я, скорее всего, выполню эту цель, и хотелось бы, наверное, приблизиться к сотне первой. А топ-200 дает, получается, квалификацию на турниры Большого Шлема, если брали швы, да? То есть есть цель у тебя в этом году попытаться попасть на турниры Большого Шлема, там, у нас, получается, US Open, если, конечно же, они будут, там, Уимблдон и так далее? Да, конечно, это самая главная моя цель. Я, конечно, хотела на Australian Open попасть в начале года, но немножко не добрала рейтингов. Сейчас, думаю, все получится. Смотри, в теннисе, да, мы для всех откроем такой небольшой мир, есть еще и парные игры. И, в принципе, вот у тебя был последний турнир как раз, тоже, наверное, в Абу-Даби, да, правильно, в Эмиратах. Парный турнир, ты дошла до полуфинала, а вчера в финале вообще обыграли первых сейных. Вот расскажи, парные игры, они для тебя как тренировка к одиночному разряду или ты смотришь на перспективу? Ну, это тренировка к одиночному разряду, но мне очень нравится играть в пару, когда получается, почему нет? А, например, если вот не получится пробиться, да, там, не дай бог, конечно, но если вдруг не получится пробиться, там, на большой шлем через одиночную, на парный ты не думала? Ну, если буду попадать на парный турнир и буду играть, значит, парные турниры, но нацелено больше на одиночку. Напоследок, у тебя, да, представь, что у тебя есть возможность обратиться к себе маленькой. Когда только-только ты начинала заниматься теннисом, какой бы ты совет дала бы на пустое, да, вот, самой себе? Не бойся, это самый главный совет. Это, конечно, такое растяжимое понятие, но я думаю, что я маленькая бы его поняла. А в этом выпуске мы устроим розыгрыш двух теннисных мячей с автографами Насти. Его условия очень просты. Подписаться на канал и в комментариях под видео написать, за что вы любите теннис. Авторы двух лучших, по мнению Насти, ответов получат призы. Удачи!